Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает его по дому. И сегодня речь вовсе не пойдет о прозе поэта. Потому что Анна Аркатова – это прозаик, совершенно самостоятельно существующий от каких-нибудь иных литературных течений, направлений, жанров. Она как-то даже не вписывается в современную тенденцию, ну я бы сказал, среднего и короткого жанра прозаического, которая предполагает, что ты непременно должен стремиться нарисовать нам панораму исторических событий, забавахать семейную сагу на пять томов и так далее. Это, в общем, шутка. Но, конечно, кроме шутки здесь есть доля правды. Легкие, очень импрессионистичные очерки, которые совершенно не чураются никаких сложных тем, я об этом поговорю, в книге «Птица» они составляют такую удивительную картину человека, очень много знающего, очень много пожившего, внимательно вглядывающегося в людей, но при этом совершенно очаровательно показывающего любовь к этому миру, к этим людям. Я вот недавно рассказывал о книге Ле Романович. Совершенно другая манера в том смысле, что написано с нажимом, с тщательной, беспощадной, логичной, где-то даже такой вот углубленной, неприязнью ко всему тому мрачному, мутному, что есть в наших душах. Значит, в прозе Анны Аркатовой хватает всего, но при этом остается ощущение легкости и ощущение при этом необыкновенной любви к собственным персонажам. Хотя, вообще говоря, героиню Араукарии, например, одного из рассказов, да, очень сложно любить. Есть очень похожий рассказ о путешествии у Виктории Токаревой. Он называется «Хэппи-энд», так же, как и другой рассказ в книге Аркатовой. И там тоже идет сложный путь путешествия от мужа к мужу, значит, скажем так, при помощи любви добивающейся чего-то женщины. Но если у Токаревой это естественный порыв натура человека, то у Аркатовой в Араукарии это такое очень рассудочное, идущее от неразряженных, никак не восполненных, недополненных жизнью комплексов, значит, идущее сопротивление течению жизни. Сначала, значит, одно замужество, потом переезд в США, потом, значит, поиск жениха. И все это разражается, ну, совершенно комической, я бы сказал, водевильной ситуацией неузнавания, значит, друга по переписке в аэропорту, да. А потом узнавание. Сначала не узнал, а потом как узнал, да, значит. И это, конечно, очень смешно. Это очень, понимаете, героиня в этот момент выглядит жалкой. Она выглядит немножко гадкой. Она выглядит немножко банальной, да, потому что это очень нелепая ситуация, она очень банальная. Но при этом ты чувствуешь, что, в общем, нам наглядно показали, на что разменена человеческая жизнь, точнее, воля к осуществлению этой жизни, да, то есть вот человеческое стремление, на что разменена, да, начиная с пластической операции груди и заканчивая вот этой вот футболкой, которая, значит, увенчивается, как вишенка на торте, это биография, да. Вот Раукария в данном случае рассказ об разочаровании, но есть рассказ об очаровании, очаровании тем, чем невозможно очароваться, потому что есть ли нечто более мучительное, чем обучение музыке на начальном этапе, особенно такое, как в рассказе Санатина Клементи. Значит, там мы переживаем, мы проходим не просто все круги ада, при том, что никто даже по большому счету не бьет никого, да. Ну, подумаешь, значит, линейкой по пальцам, это скорее так, одергивание, да, типа, но-но-но, что там-то, ну-ка, смотри в ноты, да, вот так вот. Но это написано так, что ты переживаешь, и эти ужасные муки, они, наверное, страшнее, чем эти пытки сигаретами, да, которые привиделись девочке, да, чем эти ожидания неизбежного конфуза, провала, разгрома, да, на чем, конечно же, ее, значит, детская жизнь закончится, потому что это невозможно. Этот педагог, как она монументально жрет в кадре. Потому что по-другому, других слов я подобрать не могу, мне надо цитировать прозу Аркатова и будет страницами, чтобы вы тоже убедились, что этот термос с широким головом теперь всегда у вас будет ассоциироваться с потертым, потрепанным фортепиано, да, значит, с школьными занятиями, музыкой, значит, с репетитором. И что вам сказать? В этом рассказе есть бездна муки, да, которую героиня переживает, вместе, видимо, с воспоминаниями самой, значит, писательницы, переживает у нас на глазах, вот. Есть бездна вдохновения, бездна такого утешения, потому что все проходит, и это тоже прошло, хотя тогда казалось, что Санатина Клементи будет с вами навсегда, что это проклятие, от которого не избавиться. Если, например, взять рассказ как раз с названием «Хэппи-энд», такой английский, по-английски написано, да, значит, это как раз рассказ очень короткий, он такой двумя-тремя широкими мазками нам показана, это будочница-продавщица в ларечке, да, которая изнывает от жары, еле помещая свое большое тело, значит, между прилавком и стеважом с товаром, да. И вот эта ларечница рассказывает ужасный эпизод, да. И мы понимаем, что в этом мире относительность всех этических оценок того, что хорошо, ну вот как у Маяковского, а что такое хорошо, что такое плохо, показать более наглядно, вообще затруднительно, да. Там буквально две-три фразы в конце, и ты понимаешь, что вот декабристы были безнадежно далеки от народа, но есть бездны, которые просто не переплюнуть никак. Это совершенно какая-то такая чужеродная картина мира, да, которую ты видишь в этом рассказе, которую ты переживаешь вместе с героинями, которые вот как будто, опять же, как кинолента перед тобой мгновенно разворачиваются. Три странички буквально. И вот так вот мастерски, чуть не сказал по-чеховски, но нельзя сравнивать с классиками никогда, это мастерски показанный типаж, вот просто один к одному. Если говорить о каких-то более таких вот сложных переживаниях, связанных уже с молодостью, с первой любовью, то ведь всегда показано всё не напрямую, не в изложении всех этих утомительных, совершенно неуклюже смотрящихся обычно, значит, подробностей интимной жизни. Ничего этого не будет. Будет рассказ о том, как на, значит, собранные для выдачи стипендии группе студенческой деньги были куплены французские духи и набор косметики. О, вы не жившие никогда в 80-х годах. Вы не знаете, что такое дефицит настоящий, когда нет ничего, когда с важнейшим, по сложнейшим цепочкам нейронов, соединяющих завхозов, завмагов, продмагов, значит, каких-то и прочих заведующих, распространяется уникальная, животрепещущая информация о том, что в первом универсале завтра выбросят, вы тоже не знаете этот глагол в этом значении, выбросят такой-то товар, там, сапоги, духи, что-нибудь, что не достать. И бедные женщины, которые всё это собирали. Я в этом смысле счастливчик, мне ничего не нужно было. Да, я отдал Данину совершенно в другом возрасте и другому, да. Я невероятные силы, нервы и деньги потратил на собирание коллекций, книг и пластинок Битлз. Вот сейчас они висят на стенке, в рамочке. Слушайте, это уже невозможно. Они уже тогда были в ужасающем состоянии после прослушивания дома. Понятно, что новенькие я не мог приобрести. Ну, как в ужасающем? Наверное, можно их слушать и сейчас, сквозь треск и шипение, угадывая слова страшно знакомых песен. Но в рамочке на стене висят, значит, «Сержант Пеппер», изданный в Индии, потому что оригинальный альбом купить было невозможно, и только индийское издание, да, с вот этими вот закорючечками там, выходных данных на обороте двойного альбома. Или «Хард Дэйз Найт», натуральный, английский, 68-го года, вот, шедевр коллекции. Вот что сейчас со всем этим делать? Вот примерно так же выглядят в моем сознании и эти духи, и эти наборы косметики. Но, боже, как это было вожделенно! Другого слова просто не подобрать. И вот это опьянение, которое охватывает двух подружек, и вот это вот такое, это дегустация, когда еще не открытый набор косметики, духи расставляются на столике, на столике, на тумбочке, на подоконнике, то так, то и так. Она смотрит, как это выглядит, как это теперь по-новому освещает всю ее жизнь. Через предметы показан внутренний мир, через вот эти вот деньги. Деньги-то потом они собрали, все раздали, эти стипендии, все это. Рассказ-то не банально трагедиен, он бытописателен, и тем совершенно прекрасен. Анна Аркатова прозаик утонченный. Никаких лишних эпитетов, никаких занудных описаний. Анна Аркатова прозаик, очень глубоко видящий психологию человека. Если захочет, она может заставить вас хохотать и кататься по полу от гогота, потому что невозможно. Сонатину Климитии вы запомните на всю жизнь. Если захочет, она заставит вас одновременно плакать и внутренне содрогаться. И сделает это буквально на двух страницах. Большое мастерство. Тут, конечно, надо признать, что недаром достались ей похвалы и Бориса Минаева, и Вера Полосковой, и Александра Снегирева. Тут все правильные слова на облушке и форзации книжки сказаны совершенно правильно. Я с ними абсолютно согласен. Читайте, наслаждайтесь, птица.